Гэри Киси Твоя финансовая революция Сила согласия Глава третья Боже, прошу, помилуй меня Джерри позвонил мне в офис и попросил о возможности встретиться и пообедать со мной, пока я находился недалеко от него. Я давал интервью на телевидении в городке рядом с ним, и он хотел рассказать мне, как изменилась его жизнь после изучения моих материалов и просмотра телевизионных программ. Мы никогда не встречались с Джерри прежде, только пару раз говорили по телефону. Я сказал, конечно. Нам в любом случае нужно было пообедать, поэтому я подумал, что, пока я нахожусь в том месте, с радостью встречусь с ним и послушаю его рассказ. Итак, мы встретились за обедом. Джерри был вместе с сыном. Он начал рассказывать свою историю. Джерри служил пастором 30 лет, но был вынужден оставить служение после инсульта, лишившего его трудоспособности. Жизнь начала рушиться после инсульта. Поскольку он не мог работать, финансовая стабильность осталась в прошлом. Их дом выставили на продажу. Оплата коммунальных услуг и покупка продуктов тоже стали непростой задачей. Фактически, как сказал Джерри, все было настолько плохо, что однажды он сел с заряженным пистолетом в одной руке, Библией в другой и мыслями о том, что ему пора прощаться с жизнью. В этой безнадежной ситуации Джерри увидел нашу телевизионную программу и заказал некоторые из моих материалов. Он рассказал, что, когда получил материалы, у него была острая нужда в 2000 долларов, чтобы оплатить основные счета и купить продукты. Он слушал наши материалы снова и снова, пока в сердце не начала расти вера. Он решил поверить Богу в 2000, которые были ему так нужны, поэтому сделал то, что однажды сделали мы с Дрэндой, чтобы добыть нашего первого оленя. Он посеял семя для получения 2000 долларов, сделал запись на листе бумаги, поставил дату и время, в которое, как он верил, получил деньги согласно Евангелию от Марка, глава 11, стих 24, и отослал чек в наше служение. Я не знал ничего о происходящем, поскольку не разговаривал с Джерри. Он сказал, что через полторы недели к его двери подошел человек и спросил, можно ли поговорить с ним. Джерри знал этого человека в прошлом, но они давно не общались. Они немного поговорили, и затем тот человек сказал, что на самом деле он заехал, чтобы отдать Джерри чек на 2000 долларов. Он рассказал, что почти полторы недели назад, в такой-то день, в такое-то время, Дух Святой проговорил ему передать Джерри эти деньги. Джерри стоял ошеломленный. Он немедленно достал свой кошелек, где лежал тот самый листок бумаги, на котором были написаны дата и время, когда он поверил, что получил так ему необходимые 2000 долларов. Дата и время на бумажке Джерри совпадали со временем, когда этот человек почувствовал, что должен отдать Джерри 2000 долларов. Джерри понимал, что это не совпадение. Он знал, что это прямой ответ из Царства Божьего, а именно действие законов Царства. Джерри продолжал свою историю и рассказал, что у него семь детей и все женаты, кроме одного. Этот 16-летний парень присутствовал с нами на обеде. Он практически ушел от Бога, видя, через что проходил его отец. Он злился на Бога, потому что отец был верен ему 30 лет, а сыну казалось, что Бог оставил его отца. Джерри пытался найти путь к сердцу сына, и вот у него появилась идея. Из моих материалов он узнал, как Бог учил меня охотиться на оленей по вере. Его сын тоже очень любил охоту, и Джерри рассказал ему, как они могут добыть оленя в этом году, зная законы Царства. Сын, немного подумав, согласился, и они решили высвободить свою веру, как Джерри уже делал для получения 2000 долларов. Парень получил своего оленя через 8 минут. Когда Джерри с сыном везли оленя в мясную лавку, в их машине был диск с моими материалами. Джерри пошел отдавать оленя в лавку, а сын сказал, что останется в машине и еще послушает. Когда Джерри вернулся, сын сказал ему, «Папа, думаю, мы упускали что-то все эти годы. Я знаю, что этот олень – результат Царства Божьего». Его сын решил заново посвятить свою жизнь Господу и сказал, что если Господь дал им 2000 долларов и оленя, тогда он сможет дать необходимые им 17000 долларов, чтобы заплатить залог за дом. Именно в это время я впервые встретился с Джерри. Я помню, как получил письмо от Джерри семенем, посеянным за то, чтобы выплатить долг за дом. Я помню, что письмо было коротким, в нем было просто изложено, в чем они нуждались. Там не было ничего, кроме просьбы выкупить дом из залога. Я также помню, что возложил руки на это письмо и согласился с ними в молитве. Я точно помню время, когда я это сделал. Джерри рассказал, что история снова повторилась. Приблизительно через две недели к ним пришел другой человек. Джерри тоже знал его когда-то в прошлом. Мужчина сказал, что увидел их дом в списке имущества, распродаваемого за долги, и спросил у Джерри, сколько денег им нужно, чтобы выкупить дом. Джерри назвал сумму. 17 тысяч долларов. Мужчина выписал чек на всю сумму и ушел. Джерри, не отрываясь, смотрел на чек. Дойдя до этого момента в своем рассказе, Джерри заплакал. Сидя напротив меня за столом в ресторане, он благодарил меня за то, что я учу людей о Царстве Божьем. Он сказал, что очень рад, потому что все его дети увидели в этом руку Божью, и это дало ему возможность говорить с ними о Царстве. Мне так это нравится. Это реальность Царства Божьего, и я благословен тем, что могу рассказывать людям о нем и затем слушать их истории. Как видите, Джерри нуждался не в жалости, а в ответах, и он нашел их в Царстве Божьем. Мне хочется еще кое-что пояснить относительно истории Джерри. Даже если могло показаться, что люди просто приходили к его дому и давали ему деньги, я не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление о том, что ваш финансовый вопрос решится сам собой, пока вы будете сидеть на диване и пить кока-колу. Нет, вам нужно участвовать в сборе жатвы того, в чем вы нуждаетесь. В случае с Джерри, он был пастором в течение 30 лет. Он сеял веру в сердцах этих людей долгое время. И второе, Джерри просто не мог ничего делать по причине последствий инсульта. Джерри пожал жатву с того поля, в которое сеял, от людей из его церкви, в жизни которых он многие годы вкладывал семена. «Хочу также, чтобы вы знали, что Джерри был полностью исцелен от последствий инсульта. Он сбросил больше 30 килограмм лишнего веса к тому моменту, когда мы встретились за обедом. Слава Богу! Он принял истину о Божьем Царстве. Вы можете сказать, конечно, Джерри был пастором, он все знал о Божьем Царстве». Оказывается, нет. И я знаю, что он такой не один. К сожалению, многие люди в церквях не знают ни как подключаться к Божьему Царству, ни как получать ответы. История в Евангелии от Матфея иллюстрирует образ мышления многих людей. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолунии объяснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесией, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Матфея, 17 глава, стихи с 14 по 20. В этой истории мы видим отчаявшегося человека. Его сын мучим бесами и находится на грани жизни и смерти. Услышав о служении Иисуса, об изгнании бесов, мужчина решается привезти к нему своего мальчика, чтобы он исцелил его. Однако, придя туда, он обнаруживает, что Иисус ушел с тремя учениками на гору помолиться. Другие ученики, которые были там, сказали, что это не проблема, ведь они уже изгоняли бесов с тех пор, как Иисус дал им власть делать это его именем. Поэтому они могли позаботиться о сыне этого человека. Но, помолившись за молодого человека, они поняли, что не могут изгнать беса. Как они не старались, бес не уходил. Отец был расстроен, и вся толпа, следовавшая за Иисусом, была в смущении. В этот самый момент Иисус с тремя учениками спускается с горы и, видя их смущение, спрашивает, что происходит. Отец мальчика объясняет, что привел сына к ученикам, но они не смогли изгнать беса. Затем Отец делает то, что делает большинство людей, столкнувшись с кризисом и не имея возможности разрешить ситуацию. Он взывает к Иисусу о милости. Хотя мольба о милости звучит, как нечто очень хорошее и правильное, особенно, когда ты в отчаянии, не она была ответом для этого мужчины, как и для тебя. Отец, желая пробудить в Иисусе сострадание, рассказывает о том, как демон мучает мальчика, бросает его в огонь, пытаясь убить. Иисус останавливает его. Ему не нужно дальше слушать о мучениях несчастного мальчика. Он с досадой восклицает, «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда!» Одной фразой Иисус объясняет, почему бес не был изгнан. Прежде чем глубже понять смысл слов Иисуса, нам нужно еще раз подчеркнуть то основание, на котором мы стоим, что Бог никогда не лжет и не может лгать. То, что Он говорит, является истиной. Согласившись с этим, мы можем оценить ситуацию и сделать следующий вывод. Бесы обязаны выходить. Если они не выходят, значит что-то не так, и дело не в Боге, дело в нас. Помните, что если мы не можем получить что-то от Бога, проблема всегда в нас самих. Иисус ясно сказал, что причина, почему бес не выходил, была в неверии и в развращенном мышлении. Мы чуть позже подробнее поговорим об этих двух причинах. А в данный момент нашего обсуждения я хочу обратить внимание на отца и сына в этой истории. Отец был явно в отчаянии за своего сына. Когда ученики помолились и ничего не произошло, у него не осталось надежды. Он не получил ответа. Единственная его надежда оказалась напрасной. Оставалось только одно – молить о милости. Фраза «молить о милости» предполагает, что есть некто, имеющий силу и власть, чтобы помочь, но не желающий этого делать. Поэтому единственное, что оставалось, это перечислять жуткие страдания мальчика в попытке вызвать в Иисусе сострадание. Откровенно говоря, именно так молится большинство людей. Они знают, что у Бога есть власть им помочь, но они не уверены, что Он хочет это делать, поэтому умоляют Его о милости. Они произносят длинные молитвы, говорят много слов, излагая детали страданий и объясняя обстоятельства. «Отец, ты ведь знаешь, деньги мне нужны к пятнице». «Боже, пожалуйста, помоги». «Или так?» «Господи, если Ты исцелишь моего ребенка, я буду служить тебе всю оставшуюся жизнь». «Пожалуйста, Боже». «Не думайте, что я недооцениваю серьезность ситуаций, с которыми сталкиваются люди». «Я хочу, чтобы вы увидели, как быстро Иисус отреагировал. Ему не потребовалось много времени, чтобы явить свою силу и освободить мальчика. В этом сердце Бога, Его желание. У Него нет недостатков состраданий, силе и власти. Проблема вообще не в этом, и в данной истории в том числе. Иисус показывает суть проблемы, неверие и извращенное мышление. Другими словами, неправильное мышление и недостаток веры блокируют в данном случае проявление царства. В этой истории есть что обсудить. В ней содержится много ключей к царству и принципам его работы. Я сейчас не хочу глубоко погружаться в те моменты, которые нам нужно здесь узнать. Но, по крайней мере, перечислю их, а то, как применяемые здесь законы работают, мы изучим позже. Чтобы получить понимание закона царства Божьего, нам нужно усвоить то, что является первичным и фундаментальным. Бог дал Адаму все полномочия на земле. Адам должен был править на ней. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Бытие 1 глава стих 26 Я думаю, что в послании евреям 2 глава стихи 7 по 8 тоже очень ясно говорится об этом. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. На данный момент нам важно понять одно. Бог не может осуществлять свою власть на земле, в царстве людей, пока мужчина или женщина, имеющие здесь юридические полномочия, не высвободят небесную власть. Вот почему Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Матфея 18 глава стих 18 Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Повторюсь, небеса имеют законные права проявляться в земной реальности только через человека, но человек потерял здесь свои полномочия. Вот почему Иисус сказал, что если мужчина или женщина высвободят власть небес на земле, то небо окажет им поддержку. Если мы этого не сделаем, то и небо не сможет. если эта мысль кажется вам странной, пожалуйста, не останавливайтесь на ней. Позже я буду подробнее говорить на эту тему. Но сейчас вам нужно принять эту истину, поскольку причина, по которой бес не вышел из мальчика, он не был обязан это делать. У него было законное право оставаться там. Повторю еще раз, Иисус сказал, что бес не выходил по причине недостатка веры или отсутствия юрисдикции. Бог потерял свою юрисдикцию в делах человека, когда Адам сознательно отверг его своим непослушанием. Именно в этот момент сатана заполучил юрисдикцию над человечеством. И, возведя его Иисуса на высокую гору, дьявол показал ему все царства во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Луки 4 глава стихи с 5 по 7. Соответственно, Бог утратил законную власть на земле, поскольку потерял человека, который был ее носителем, Адама. Как я уже говорил, мы рассмотрим эту тему более подробно чуть позже. Главная причина, по которой я привел эту историю, это чтобы показать отношения и отчаяние Отца, который умаляет Иисуса о милости. Пожалуйста, прочтите следующие несколько предложений очень внимательно. Если отсутствует полномочия или закон, а также система отправления правосудия для решения вопроса нуждающегося человека, тогда остается только умолять о милости. Скажу по-другому, если у человека нет законных средств, чтобы получить помощь в проблемной ситуации и нет доступа к процессу осуществления правосудия, тогда он не имеет уверенности, что получит ответ. Все, что ему остается делать, умолять. Но здесь говорится не о тебе, мой друг. У тебя есть доступ к правосудию царства. На твои проблемы есть ответ. Не забывайте, что царство Божье управляется законами, которые не лицеприятны. Эти законы доступны каждому, кто является гражданином царства и находится под юрисдикцией царства. Как я уже говорил в этой книге, царство Божье построено на правосудии, законном процессе, имеющем доступ к Божьей власти, чтобы приводить в исполнение то, что считается правильным согласно его закону и праведности. Бес не вышел из мальчика, потому что на то была причина, и она заключалась не в Божьей слабости или в изменении его воли. Иисус показывает нам это тем, насколько быстро Он обличает учеников и изгоняет беса. Многие христиане, не видя проявления Божьего Царства, меняют свою доктрину, говоря, не все бесы выходят. Они знают, что у Бога есть вся сила и власть, а потому полагают, что Бог может делать все, что захочет, здесь, на земле, и поэтому, если бес не вышел, значит Бог решил его не изгонять. Мой друг, такое понимание абсолютно ошибочно, Иисус сказал, что это их извращенное мышление и неверие не дало в данном случае проявиться власти небес. Скажу по-другому, причина, почему бес не вышел, была юридической и точка. Бес не был обязан выходить, потому что не было никого, кто мог бы принести власть небес и исполнение Божьего закона в эту ситуацию. Но, Гэри, они ведь пытались изгнать его. Да, но, как я сказал, с точки зрения закона, бес не обязан был выходить. Почему? Повторюсь, потому что небеса не имели юрисдикции, чтобы заставить беса выйти. Скажу то же самое другими словами. Эти люди имели извращенное мышление, называя добрым или приемлемым то, что неправильно и неприемлемо с точки зрения Божьего слова об этой ситуации. Неверие было также большой проблемой, поскольку, для того, чтобы небо получило юрисдикцию на земле, требуется вера. Ученики не были убеждены и абсолютно уверены, что бес выйдет. Они боялись. Поскольку человеку дана законная власть над землей, Божьи правления и влияние не могут быть приведены в движение, пока мужчина или женщина, имеющие полномочия на земле, не будут полностью убеждены в том, что говорят небеса и не высвободят эту власть на землю. Кстати, когда наши сердца полностью уверены в том, что говорят небеса, это называется верой. И в тот день там не было никого, кто имел бы веру. У них были двоящиеся мысли и сомнения, которые препятствовали проявлению небесной юрисдикции в данной ситуации. Но у Иисуса была вера, и он точно знал, что тот бес уйдет. Иисус применил власть, и бес ушел. Но Гэри, Иисус смог изгнать беса, потому что он Иисус. Неужели? Давайте прочтем Евангелие от Марка, 6 глава, стих 5, где описано, как Иисус пришел служить в свой родной город и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. Марка, 6 глава, стих 5. Вы ведь согласны с тем, что у Иисуса была сила, чтобы исцелять, верно? Тогда объясните мне, почему в этой истории он не смог совершить все, что хотел? Там была нужда, но что-то ему препятствовало. Объяснение мы находим в 6 стихе. Он дивился неверию их. Вера, согласие с небесами, дает небесам законное право действовать на земле. Например, вы легко можете увидеть этот принцип в том, как вы пришли ко Христу и получили спасение, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам, 10 глава, стих 10. Вы верите в своем сердце, в то, что говорят небеса, и получаете оправдание. Оправдание это юридический термин, означающий отправление правосудия и подразумевающий, что теперь небеса имеют законное право действовать в земной реальности. Чтобы лучше понять этот принцип, давайте вспомним, что Адам был наделен законной властью для правления на земле, и люди все еще имеют эту власть. Не надо путать это с тем, что человек не способен править на земле духовно, потому что он отдал это правление сатане в Эдемском саду. Бог не может нарушить законную позицию, которую человек сейчас имеет в земной реальности. Поэтому Богу необходимы мужчина или женщина, которые должны доступ и проявиться в земной реальности. В послании к римлянам 10 глава стих 10 вы заметите, что необходимо выполнить два условия, чтобы небесная сила и власть могли быть высвобождены в земную реальность. Первое я уже упоминал, нам нужно быть абсолютно уверенными и всем сердцем быть в согласии с тем, что говорят небеса. Это называется верой. Второе, что нам нужно понять, наша вера не может автоматически высвобождать небеса. Удивлены? Я поясню. Представьте себе выключатель света. В проводах уже есть электрический ток, но вам все же нужно нажать на выключатель, чтобы загорелся свет. Когда мы в сердце верим тому, что говорят небеса, это делает соединение с небесами законным или оправданным. Но затем нам нужно реализовать эту власть на земле. Как в моем примере, нам нужно нажать на кнопку выключателя. Мы делаем это, когда исповедуем и поступаем на основании власти царства. Я знаю, что повторяю свои слова, но понимание этого закона царства жизненно важно для вас, если вы желаете получить то, что для вас имеют небеса. Вы будете получать все, что когда-либо получите с небес, точно так же, как получили спасение, веря сердцем в то, что говорят небеса, и затем исповедуя или поступая в соответствии с этим. Царство, о котором Иисус учил и которое являл на земле, было абсолютно неизвестным для учеников. Мы видим, что много раз ученики были в смущении от увиденного. Я думаю, в той истории с мальчиком ученики испугались демонических проявлений, и поэтому у них появились двоящиеся мысли, что аннулировало их веру. Я предполагаю, что когда они пошли сгонять беса, тот проявился, возможно, бросил мальчика на землю и устроил целое представление. Это, вероятно, вызвало страх. Скорее всего, они действительно испугались. Я сейчас лишь размышляю, но в одном я уверен, должно было произойти что-то, что заставило их сердца выйти из согласия с небесами и впасть в неверие. Иисус, напротив, был в полном согласии с тем, что небеса говорят о подобной ситуации и повелел бесу выйти. Итак, мы видим, что проблема того, что бес не уходил, находилась в земной сфере, а не в небесах. Если бы у меня была возможность выбрать только один текст Писания, чтобы проиллюстрировать проявление Божьего Царства в земной реальности, то я взял бы Евангелие от Марка, 11 глава, стихи с 22 по 24. Чтобы понять контекст, нужно посмотреть пару стихов выше. Там речь идет о смоковнице, которой Иисус проговорил слово, и она засохла. Не найдя плодов, Иисус проклял ее. На следующий день ученики, проходя мимо дерева, увидели, что оно погибло. Петр, потрясенный увиденным, воскликнул об этом Иисусу. Иисус ответил им, имейте веру в Бога. Говорю вам истину. Если кто-то скажет этой горе, поднимись и бросься в море, и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. Поэтому говорю вам, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили это и будет вам. Марка 11 глава стихи с 22 по 24. Заметьте, что Петр потрясен происшедшим. Как это могло случиться? Иисус просто сказал дереву, при этом без сомнения дерево отреагировало на слова Иисуса и засохло. Затем Иисус говорит Петру истину, закон Божьего Царства. Объяснение Иисуса дает лучшее представление о том, как Божье Царство взаимодействует с земной реальностью. На этом примере мы видим в действии тот же закон, о котором говорили выше. Мужчина или женщина на земле абсолютно уверенные в том, что говорят небеса, а значит оправданные, теперь говорят или высвобождают небесную власть. Конечно, мужчина в данном случае это сам Иисус, но Иисус очень четко пояснил ученикам, что каждый может делать то же, что сделал он. Уверен, вы согласитесь со мной, что, если бы люди действительно знали это и понимали закон, которому их учил Иисус, это кардинальным образом повлияло бы на их жизнь. Я видел, как царство повлияло на жизнь моей семьи, но еще более удивительным было видеть, как меняются жизни других людей, которых мы учили тому, чему научились сами. Позвольте мне рассказать вам историю, произошедшую в нашей церкви, где был продемонстрирован данный закон. Очень часто наличие знаний о царстве и действия его законов оказывается вопросом жизни и смерти. Именно так было в этой истории. Дженнифер начала ходить в нашу церковь и слушала учения о вере и царстве. Она с воодушевлением училась применять свою власть и права в царстве, поскольку была беременна вторым ребенком и решила рожать его дома. Итак, она начала изучать, что говорит Слово Божье о рождении детей и какие обетования царства она может применить к своему ребенку. Она была убеждена, что домашние роды пройдут благополучно. Она договорилась с акушеркой, а также с одной женщиной из церкви, которая несколько раз рожала дома, чтобы они помогали ей во время родов. В период до родов Дженнифер была на каждом служении и просто впитывала принципы царства. Эти идеи были новыми для нее и ей очень нравилось, что в Божьем царстве мы можем получать реальные ответы. К сожалению, в это время ее муж должен был работать по воскресеньям и не часто мог бывать вместе с ней в церкви. Итак, пришло время родиться ребенку. Они вызвали акушерку и сестру из церкви. Было около двух или трех часов ночи, когда в моей кровати зазвонил телефон. На другом конце я услышал, как сестра из церкви кричит, «Пастор, пожалуйста, молитесь!» ребенок родился мертвым. Эта новость мгновенно пробудила меня. Потом женщина сказала мне, что скорая помощь только что увезла ребенка в больницу и что по приезде медики фактически подтвердили, что ребенок мертв. Мы с Дрендой подскочили и быстро оделись. Я начал молиться в духе, слушая, что мне нужно делать. Я понимал, что дьявол с удовольствием обольет грязью нашу церковь из-за этого происшествия. Перед моими глазами стали мелькать заголовки «Ребенок умер, поскольку секта поощряет роды на дому». На самом деле мы никогда не выражали свои позиции в вопросе о том, где должен рождаться ребенок – в больнице или дома. Но многие женщины из нашей церкви предпочитали домашние роды, это правда. Дренда и я продолжали молиться в духе, пока мы минут 20 ехали в больницу. На полпути я вдруг почувствовал, как Дух Божий сошел на меня. И я знал, что с ребенком все будет в порядке. В ту самую секунду моя жена повернулась ко мне и сказала, что только что Господь проговорил ей, что с ребенком все будет хорошо. Я знал, что Господь проговорил мне и моей жене, поэтому мне очень хотелось поскорее увидеть, что происходит в пункте неотложной помощи. Войдя туда, я увидел семь или восемь медсестер, стоящих вокруг обычного розового кричащего ребенка. Я внимательно изучил их лица. Обычно, когда группа женщин стоит вокруг ребенка, на их лицах вы видите улыбки. Но в этот раз улыбок не было. Я видел выражение шока на каждом лице. Мы увидели звонившую нам женщину. Она снова сообщила нам, что еще дома врач скорой помощи констатировал факт смерти ребенка, что было 20 минут назад. Когда ребенка привезли в больницу, там также зафиксировали факт смерти. Но вдруг, сам по себе, ребенок ожил. Слава Богу! Мы с Дрендой с трепетом подошли, чтобы увидеть малышку. Она была жива и здорова, как и сказал Дух Святой. В то же время, другая скорая увезла маму ребенка, Дженнифер, в отделение для роженец. Соответственно, Дженнифер ничего не знала о состоянии своей новорожденной девочки. Моя жена Дренда поднялась на этаж родильного отделения, чтобы узнать, как чувствует себя мама. Войдя в палату, Дренда сказала, «Дженнифер, с твоей малышкой все хорошо, и она такая славная». Медсестра, стоявшая возле Дженнифер, оборвала ее словами, «Нет, этот ребенок должен быть уже в морге». Моя жена очень категорично заявила, что медсестра глубоко ошибается. «Сегодня, во славу Божью, эта малышка, которую назвали Хейли, уже взрослая красивая девушка, у нее нет никаких повреждений мозга или проблем со здоровьем. Зная, что Царство Божье действует на основании духовного закона, я понимал, что данный результат не был случайным. Поэтому, будучи духовным исследователем, не исследователем христианской науки, а исследователем принципов Божьего Царства, я очень хотел выяснить в деталях, что там произошло. Я знал, что, когда скорая помощь приехала домой к Дженнифер, врачи констатировали смерть Хейли. Я также знал, что по приезде в больницу там еще раз подтвердили факт смерти. Что же произошло? Я попросил женщину, помогавшую при родах, рассказать мне все подробно. Я искал разгадку. Она сказала, что все шло хорошо до момента, когда девочка родилась. У нее не было признаков жизни, она была вся синяя. Акушерка пыталась реанимировать ребенка, но не смогла. У Дженнифер дома на тот момент было несколько родственников, они начали паниковать. Но Дженнифер с уверенностью сказала им успокоиться. Потом она ткнула пальцем в мужа и сказала, не говори ни слова, с ребенком будет все в порядке. Я остановил ее на этом моменте и попросил повторить слова Дженнифер мужу. Она еще раз сказала то же самое, что Дженнифер ткнула пальцем в мужа и сказала, не говори ни слова, с ребенком будет все в порядке. Вот это да. Вот он ключ. Это был тот самый момент, то провозглашение, которое спасло жизнь Хейли. Я чувствовал себя детективом, который только что нашел разгадку по главному делу. Я был в восторге. Все было так просто, но так глубоко. Дженнифер применила духовный закон в этой ситуации, и это спасло жизнь ее ребенку. Я размышлял о том, что только что узнал, и все начинало иметь смысл. Дженнифер знала, что вера ее мужа не настолько крепка, потому что в силу своей занятости он долгое время не имел возможности посещать церковь. Она также понимала, что он, будучи главой семьи, может своим согласием с ужасающей сценой, произошедшей при родах, окончательно подтвердить приговор ребенку. Поэтому первое, что она сделала, поговорила со своим мужем, не позволив ему войти в согласие со смертью ребенка. Вместо этого Дженнифер была убеждена, что ребенок будет жив и здоров, и провозглашала это с дерзновением и верой. Как только Дженнифер выписалась из больницы, она встретилась с бригадой скорой помощи и спросила, что они делали с ребенком в тот вечер по дороге в больницу. Они посмотрели на нее в смущении. «Ничего», – наконец выдавил один из них. «Что значит ничего?», – спросила Дженнифер. «Вы не проводили реанимацию?» «Нет», – сказали они. «Вы совсем ничего не делали с ребенком?» «Нет», – снова сказали они. Они сказали, что девочка просто была мертвой и никто не надеялся ее оживить. Однако, когда они прибыли в больницу, малышка вдруг очнулась. Команда медиков получила похвалу от руководства и ежегодную награду за успешный выход из критической ситуации. Но они признали, что не делали ничего. Недавно мы приглашали Хейли и ее маму Дженнифер на нашу телевизионную программу и снова со слезами на глазах праздновали победу Божьего Царства. Мы радовались, что в той ситуации оказался человек, знающий, как действовать на основании духовных законов власти Царства. В этой истории мы видим, что Дженнифер была в полном согласии с тем, что говорят небеса, и в уверенности в них, а затем через свои слова высвободила эту власть в свою ситуацию. Закон действует. Другая семья из моей церкви имела подобный опыт действия того же закона Божьего Царства. Две сестры решили пообедать вместе, но это была непростая задача, потому что на двоих у них было 12 или 13 детей. Во время обеда они заметили, что четырехлетний Джоэл пропал. Они обыскали весь дом, но не могли его найти. Они подумали, что он где-то прячется, но после самых тщательных поисков не смогли его отыскать. Вдруг его мать Тина с тревогой подумала о бассейне на заднем дворе. Вместе с племянницей, 13-летней Кортни, она побежала туда. Тина с ужасом увидела, что Джоэл лежит на дне бассейна без движения. Никто не знал, сколько времени он пробыл там. Тина крикнула, чтобы вызвали 911 и прыгнула в бассейн, чтобы достать Джоэла. Он не дышал, не двигался и был мертвенно-бледным. 13-летняя Кортни, которая ходила к нам на детское служение, сказала своей тете, «Нет, тетя Тина, мы не будем звонить в 911, у нас есть власть, нам нужно молиться». Они обе стали молиться, но ничего не происходило. Тина снова закричала, «Вызывайте 911». Кортни сказала, «Тетя Тина, нам нужно провозгласить в него жизнь». И потом произнесла, «Джоэл, во имя Иисуса, очнись». Вдруг Джоэл задышал, выплюнул в воду и пришел в сознание. Он был абсолютно в норме. Когда я думаю об этой истории, то всегда удивляюсь. Не столько тому, что с мальчиком все было в порядке. Я удивляюсь этой 13-летней девочке и ее самообладанию в решающий момент. В стрессовой ситуации, когда решался вопрос жизни и смерти, она не поддалась страху, но была способна оценить и предпринять нужные действия. Кортни еще раз подтвердила, что знание принципов царства – это больше, чем красивая проповедь, это вопрос жизни и смерти. Еще раз обратите внимание, как действует закон царства. Сначала Кортни сказала, что им нужно помолиться, что они и сделали, но ничего не произошло. Это потому, что в молитве мы не высвобождаем Божью власть и силу. Но мы молимся о направлении. Именно оно и требовалось в той ситуации. Затем Кортни сказала, что нужно провозгласить жизнь в мальчика. Когда они сделали это, он очнулся. И с ним все было в порядке, как и по сей день. Снова мы видим сердце, полностью уверенное в том, что говорят небеса. Но ничего не происходит, пока через человека, пребывающего в вере, на землю не высвобождается власть. Хочу рассказать вам еще одну историю, близкую нашей семье. Брат Дрэнды повез свою жену Кэнди в больницу рожать их пятого ребенка. Мы с Дрэндой тоже подъехали к больнице в то утро, когда у Кэнди начались схватки. Нам очень хотелось увидеть нового члена семьи. Мы думали, что к нашему приезду роды уже давно закончатся. Но оказалось, что все шло не так гладко, и роды только что завершились. Когда мы вошли в родильное отделение, малышку Холланд как раз несли в комнату для новорожденных. Как вы, возможно, видели, в палате для новорожденных есть стеклянная стена, через которую можно увидеть малышей. Когда они принесли малышку Холланд, я заметил, что она была абсолютно белая. Все дети Джонни светлые, поэтому сначала я подумал, что это нормально для его детей сразу после рождения. Но все же мне показалось, что что-то было не так. Вдруг все врачи начали бегать. Медсестры быстро задвинули шторы, и я больше не мог ничего видеть, но понимал, что это плохой знак. Хотя шторы были задвинуты, там оставалась щель, через которую я мог видеть происходящее. Медсестры достали оборудование, и врач начал проводить реанимацию Холланд. Я подошел к другой двери комнаты новорожденных, чтобы слышать, о чем говорят врачи. Я с ужасом услышал, что сердцебиения не было, и врачи не могли восстановить его. Мне было слышно, что звук сердечного ритма на мониторе был очень редким. Я слышал один удар, проходило 15 или 20 секунд, потом слышался другой. У Холланд не было сердцебиения. Доктор вышел из палаты и подошел к Джонни. Дело плохо, Джонни. Мне очень жаль, но мы все еще пытаемся что-то сделать. Нам нельзя было заходить внутрь, поэтому Дренда и Джонни возложили руки на двери палаты с одной стороны, а я с другой. Мы начали молиться и провозглашать, что Холланд будет жить и не умрет, и что с ней все будет в порядке во имя Иисуса. Вдруг врач, разговаривавший с Джонни, очень быстро вышел из палаты. Он пронесся мимо, не сказав нам ни слова. Через несколько минут он вернулся с медсестрой, которая громко говорила, «Доктор, мы не можем этого сделать. Наша больница неуполномочена проводить эту процедуру. Я не могу разрешить вам взять эту кровь». Он, не обращая на нее внимания, вошел в палату, взял инструкцию и, как я понял, начал внимательно изучать выполнение процедуры. Я смотрел через щель в занавесках и видел, как затем он поднялся и начал вставлять длинную трубку в ребенка. Я понял, что он переливает ребенку кровь. Вдруг я услышал звук монитора. Сердце начало биться. Оно набирало обороты и потом достигло нормы для новорожденного. Через минуту доктор вышел и сказал, «Там были ангелы. Бог помог мне с этим ребенком». Мы видели, что его трясло. Уже потом мы узнали, что это вообще было не его дежурство и он не занимался родами Кэнди. Он просто заехал в больницу, чтобы проверить другую пациентку и стал участником этой ситуации. Он сам был очень удивлен всем произошедшим, ведь у Холланд не было сердцебиения 36 минут. Сегодня Холланд – прекрасная, нормальная четырехлетняя девочка. Я уверен, что наше понимание закона царства принесло разрешение той ситуации. Я все еще помню, как возложил руки на дверь и сказал сам себе, «Мы не будем хранить нашу маленькую племянницу. Мы не соглашаемся с этим». Завершая свои размышления о влиянии Божьего царства в каждой из рассказанных мною историй, я хотел бы, чтобы вы запомнили. Законы царства работают всегда и для всех. В самом начале книги я сказал, что законы природы на земле всегда производят те же результаты. Они нелицеприятны и работают для каждого, кто их изучает и применяет. Электричество в США работает так же, как в Африке, нет никакой разницы. Когда я начал понимать, что Царство Божье – это царство с вполне четкими, хотя и скрытыми законами, то осознал, что нашел ответ на мои вопросы. Я осознал, что это не Бог удерживал от меня свои благословения или не хотел помогать мне во время нужды. Нет, я пришел к выводу, что Бог дал мне все необходимое для жизни через Иисуса Христа, который своей жертвенной кровью открыл мне доступ ко всему, что имеют для меня небеса. Теперь я понимаю, что Царство опирается на вполне конкретные законы, которые я могу изучать и применять в своей жизни. Я начал читать каждую историю в Библии по-новому, ища ключи, которые открыли бы мне другие законы Царства. Я посвятил себя исследованию духовного мира, чтобы понять, почему что-то происходило в уже знакомых мне библейских историях. Место писания в первом послании Иоанна многим людям кажется странным или забавным. Я знаю, что вы уже читали его раньше, но давайте прочтем этот текст снова, потому что он передает истину, которая является нашим ответом. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что, когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от него. 1 Иоанна, 5 глава, стихи с 14 по 15. Я люблю этот стих, потому что здесь говорится о законе, а закон дает нам уверенность в осуществлении правосудия. Вот каково наше дерзновение. Если мы просим чего-то согласно воле Божьей, согласно закону или тому, что Бог называет правильным, то он слушает нас. Обратите внимание, что фраза «Он слушает нас» не значит, что Бог просто слышит произносимые нами слова, хотя их он тоже слышит. Здесь говорится, что он рассматривает наше дело. Если подумать о судье, который берется за какое-то дело и рассматривает его, руководствуясь законом, а не личными чувствами, по крайней мере, так должно быть. Тогда вам будет понятен этот стих. Бог слушает нас, рассматривает наше дело, и мы можем быть уверены в исполнении правосудия, на которое имеем право по закону. Дорогой друг, я думаю, что тебе нужно сейчас остановиться и снова медленно прочесть этот стих. Если то, что ты только что прочел, истина, а так оно и есть, то твоя жизнь должна переполниться радостью. Люди, которые молятся без этого понимания, не имеют уверенности, они просто повторяют слова молитвы. Иисус сказал нам в Евангелии от Матфея, 6 глава, стихи 7 по 13. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Матфея, 6 глава, стих 7. Фраза «говорить лишнее» означает бездумно повторять слова или звуки. Именно так молятся многие люди. Они понятия не имеют о своих законных правах на правосудие и о том, что Бог уже дал им в Царстве Божьем. Тебе не надо умолять и выпрашивать то, что уже принадлежит тебе. Представьте себе полицейского, который стоит на дороге. Он хочет остановить грузовик для проверки и начинает плакать и умолять. «Пожалуйста, остановись! Смилуйся надо мной!» «Прошу, миленький, но остановись!» Такое поведение считалось бы неприемлемым. Дискредитировало бы Соединенные Штаты и всю нашу правоохранительную систему. Нет. Полицейский встает во весь рост и ясно говорит грузовику остановиться. И тот останавливается, потому что обязан подчиняться офицеру, представляющему правительство этой страны. Люди, умоляющие Бога о милосердии, не имеют представления о законе его царства или о своей позиции. Если бы полицейский умолял водителя грузовика остановиться, это было бы позором для страны, поскольку свидетельствовало бы о том, что государство не имеет ни закона, ни авторитета. В таком государстве царила бы анархия, когда христиане снова и снова умоляют Бога, это отображает царство Божье как слабое, не дающее им ответов. Это заставляет людей сомневаться в Божьей готовности или способности помочь им. Хотя на самом деле у них уже есть право получить все, о чем они просят. Иисус ясно показывает нам свое отношение к выпрашивающим, давящим на жалость молитвам, говоря, не делайте этого, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Матфея, 6 глава, стихи с 7 по 13. Не забывайте, в этом стихе Иисус учит нас, как молиться. К сожалению, многие люди вставляют эти слова в красивые рамочки, вешают на стену у себя дома и совершенно не понимают их смысла. Эту молитву называют Отче наш. С ее помощью Иисус учил своих учеников молиться. Он не сказал, что нужно молиться именно этими словами, как часто делают в церквях. Данные слова, это, если хотите, руководство к действию, как молиться, чтобы получить результат, а не просто, какие слова вызубрить и цитировать. Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Это инструкция к молитве. Молясь, мы должны приносить волю Божью с небес в земную реальность и в наши жизненные ситуации. Итак, каков же ваш ответ? Верить, что то, что говорит Бог, принадлежит тебе и применять свою власть в Царстве Небесном, чтобы принести небеса в земную реальность и дать тебе то, в чем нуждаешься ты и другие люди вокруг тебя. Давайте остановимся на минуту и подумаем об этом. Если бы вы знали без тени сомнения, что ваша молитва эффективна и что все небеса ее поддерживают, добавило ли бы это вам уверенностью в молитве? Да. Когда ты, будучи гражданином небес, хорошо знаешь свои законные права, понимаешь, что уже дано тебе и осознаешь процесс, с помощью которого ты можешь это принять, ты будешь наслаждаться преимуществами этих законов и жить совершенной новой жизнью, жизнью царства? Что бы тогда было бы с твоим страхом или неуверенностью? Как эти знания добавили бы тебе уверенности в своем будущем и дали покой во время шторма? Именно такое влияние царство оказывало на нас с Дрендой по мере того, как мы открывали его для себя. Мы были часто потрясены нашими открытиями. Нет, позвольте мне перефразировать. Мы были постоянно потрясены и удивлены нашими открытиями. Более того, мы были потрясены той властью, которую Бог дал церкви, чтобы через нее действовать и осуществлять свое правление в земной реальности. Потому что закон Духа Жизни во Христе и Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам, 8 глава, стих 2. Истина о том, что мы были освобождены от закона греха и смерти и получили доступ к царству и закону Духа Жизни переполняла нас. И еще больше нас переполняло то, что мы могли наблюдать, как этот закон производит праведность царства конкретно в нашей жизни. Царство позволило мне получить физическое исцеление, а также эмоциональное. Я обрел новую надежду и стал свободен от антидепрессантов. Оно позволило мне выйти из нищеты, когда я сражался за каждые 300 долларов, чтобы оплачивать аренду полуразрушенного дома 1800 года постройки и дало возможность построить и полностью рассчитаться за новый дом площадью 700 квадратных метров и 23 гектара прекрасной земли. Моя жена тоже стала любить меня намного больше. Возможность ездить на достойных машинах, которые не ломаются каждый день, это бесценно. Всего несколько лет назад я и подумать не мог, что буду отдавать сотни тысяч долларов на проповедь Евангелия. Жизнь и свет царства прогнали тьму. Так же, как Бог сказал в книге Бытия, когда посмотрел на свое творение. Хорошо весьма. Так и я с изумлением смотрю на свою жизнь и говорю «Хорошо, весьма хорошо». Дрэнда и я были настолько вдохновлены, что рассказывали о царстве и своей истории любому, кто был готов слушать. Люди в нашей церкви тоже поймали волну и у них были подобные результаты. Одной из них была наша 12-летняя дочь. Она видела, сколько всего Бог делал и постоянно становилась свидетелем того, как нерушимые законы царства работают в нашей жизни. Я знаю, что она смотрела на нас и узнавала об этих законах, но одна история показала, что она многому научилась. Однажды я вошел в комнату дочери пожелать ей спокойной ночи и увидел нечто новое. У нее на стене висела фотография собаки, карликового шпица. Для любого родителя, имеющего хоть какой-то опыт, это знак. Будьте готовы, что скоро у вас начнут просить собаку. Я решил опередить событие, поскольку считал, что еще одна собака в доме нам не нужна. У Полли, сестры Кирстен, уже была собака и она жила в их общей комнате. То есть собака Полли всегда была вместе с Полли и Кирстен. Я мягко сказал Кирстен, что фотография очень красивая, но еще одна собака в доме нам не нужна. Если ей хочется играть с собакой, ей стоит проводить больше времени с таксой своей сестры. Кирстен ничего не сказала мне тем вечером, просто приняла услышанное к сведению. Я думал, что вопрос закрыт, но пару дней спустя стал слышать от нее фразы о шпицах типа «Неплохо было бы завести карликового шпица, какие они хорошие и пушистенькие». Потом она, конечно же, стала показывать мне фотографии этих собачек, которые нашла в интернете. Я снова просто говорил «Нет, я был главой дома и считал, что мы не будем заводить еще одну собаку». Повторюсь, я думал, что вопрос закрыт, до того дня, когда месяц спустя мы приехали домой из церкви и Кирстен с уверенностью и улыбкой на лице заявила мне «Папа, сегодня я получила моего шпица по вере, как ты учил». Я вынужден был напомнить ей о своем прежнем решении по поводу еще одной собаки в доме. Не убирая улыбку с лица, она сказала «Но папа, мама говорит, что Бог может менять сердце царя». Ее слова не были бунтом по отношению ко мне, она просто согласилась со словами своей мамы и помолилась, чтобы Бог изменил мое сердце. Я попался. Теперь я понимал, что они с мамой обо всем поговорили и мама вдохновила ее, что Бог действительно мог изменить мое решение. Будучи вдохновленная такой поддержкой, моя дочь высвободила веру в церкви тем утром, посеяла семя и исповедала, что получила собаку по вере. Но я упрямился, уверив ее в своей любви, я снова изложил свою позицию и сказал «У нас в доме не будет еще одной собаки». Я сказал, что мне очень жаль, но этому просто не бывать. Кажется, ее не особо волновали мои слова. Она ушла улыбаясь. И снова я думал, что вопрос наконец решен. Примерно месяц спустя меня пригласили учить в небольшую церковь в Миссисипи. Это была маленькая сельская церковь, окруженная гектарами полей. В конце первого вечера пастор подошел ко мне и сказал, что Господь проговорил ему во время собрания. Он сказал, «Не знаю, слышали ли вы об этом или нет, но я развожу карликовых шпицев, и Господь сказал мне подарить вам одного из щенков. Им сейчас уже шесть месяцев, и они готовы обрести новый дом». Я стоял, открыв рот. Я все еще был полон решимости не брать собаку, поэтому сказал, «Мне надо подумать». Я понятия не имел, что он разводит собак, и, конечно же, ничего не говорил о том, что наша Кирстен хочет завести щенка. В конце концов, я не выдержал и рассказал Дренде обо всем, что произошло, и о том, что у меня нет желания везти домой новую собаку. Она взглянула на меня и сказала, «Ты хочешь отвергнуть веру своей дочери?» Дренда тоже не была в восторге от идеи завести вторую собаку, но любила Кирстен больше, чем любые неудобства, которым привело бы еще одно животное. И вот Бог дает собаку в ответ на веру нашей дочери. Как я могу отказать? В итоге я сказал тому пастору, что забираю щенка. Мы ничего не рассказывали Кирстен, только попросили ее сестру привезти Кирстен в аэропорт, когда она поедет нас встречать. Кирстен приехала в аэропорт. Мы вышли из самолета и вручили ей небольшой кейс, купленный специально для перевозки щенка. Когда Кирстен увидела крохотного шпица, она расплакалась. Весь мир вокруг замер. Все, кто были рядом, остановились, чтобы понаблюдать за этой сценой. Они долго стояли и с умилением смотрели, как наша девочка плачет, держа в руках своего щенка. Дренда всем рассказывала, как Бог подарил нам эту собачку, в ответ на веру Кирстен. И тут я понял, что даже в аэропорту можно устраивать собрание пробуждения, если у вас на руках маленькая собачка. Все люди хотели увидеть щенка. И вся эта толпа в аэропорту плакала вместе с Киртен, даже офицеры службы безопасности. В тот момент я почувствовал себя плохим отцом. Когда я увидел, сколько радости этот щенок принес моей дочери и вспомнил, как Бог ответил на ее веру, я вдруг подумал, как же я мог быть противником того, что так драгоценно для нее. Шекспир, так она назвала щенка, был просто восхитителен. Он стал настоящей частью нашей семьи. Хотя он был очень самостоятельным парнем, но ходил за Кирстен по пятам день и ночь, куда бы она ни направлялась. Рассказывая эту трогательную историю, мне нужно задать вопрос, на который необходимо дать ответ, и который по сути является целью этой книги. Как появилась эта собака? «Ведь до этого мне никто и никогда не предлагал взять щенка». И как так случилось, что мне предложили именно ту породу, о которой мечтала и просила Бога моя дочь? Это было совпадение? Конечно нет. Это был прямой результат действия Божьего Царства и Его законов, которые стали явными в жизни нашей семьи. Они произвели результаты, как всегда и везде, для каждого, кто имеет веру и высвобождает власть Царства в земной реальности. Мы можем признать, что именно Царство Божье подарило нам эту собаку. Но как это произошло? Какие именно законы произвели это действие? Надеюсь, что по мере чтения этой книги у вас появятся ясные ответы, которые помогут вам наслаждаться Божьим Царством. Не забывайте, что вы граждане этого Царства и у вас есть законные права и преимущества. Но прежде позвольте мне рассказать еще одну историю о Царстве и жизни нашей семьи. Редактор